Федеральная служба судебных приставов открыла охоту на должников. Их в Зауралье немало. Общая сумма долга исчисляется сотнями миллионов рублей. На сегодняшний день у нас находится на исполнении около 7,5 тысяч исполнительных производств. Общая сумма по которым составляет более 200 миллионов рублей. Проблемой на сегодняшний день является то, что всего лишь 30% должников являются работающими. То есть основная масса населения официально нетрудоустроена. То есть сложное взыскание является в том, что у должников отсутствует ликвидное имущество. Сумма предъявляемого долга у тех, кому направляются сегодня приставы, нередко переходит границу в 27 тысяч рублей. И денег на погашение накопившихся счетов у должников просто нет. В такую ситуацию, например, попала и мать-одиночка Марина Серикова. Я воспитываю одна дочь ребенка-инвалида. Поэтому не хватает средств. Как-то пенсию получаю, с ней по уходу за ней свяжу, что она инвалид, домашнее обучение. Что хватает на расходы, что ее немножко где-то заплатить, что-то ребенку купить. Ежемесячно за квартиру женщина платит 5 тысяч рублей. Родных у нее нет, а оставить ребенка одного дома, чтобы выйти хоть на какую-то работу, она не смеет. На вопрос судебного пристава, обращалась ли Марина за какой-то помощью или хотя бы за рассрочкой платежа, женщина только разводит руками. Обращалась, но до конца дело так и не дошло, только накормили завтраками. Второй герой рейда вовсе оказался любителем шпионских драм. Имя я соседа не знаю. Знаю, что он сторонится людей, ведет себя добродушно, но отвечает на стук характерный в дверь. Вот такой. Однако даже на характерный стук мужчина не открыл. А вот в третьей квартире повезло больше. Хозяева не только оказались дома, но и сами пошли навстречу приставам. В двухкомнатной квартире обнаружились телевизор, компьютер и спортивный тренажер. Все это было описано в присутствии понятых. Если в течение 10 дней живущая здесь семья хотя бы частично не выплатит долг, давно перевалившись за 30 тысяч, вся техника в принудительном порядке уйдет с молотка. Приставы надеются, что реальная угроза лишиться имущества подстегнет нарушителей к оплате накопившихся счетов. Светлана Епифанова, Евгения Волкова, Илья Урванцев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курганру.